Большая часть человеческого знания во всех отраслях существует лишь на бумаге, в книгах, этой бумажной памяти человечества. Поэтому лишь собрание книг, библиотека является единственной надеждой и неуничтожаемой памятью человеческого рода. История старейшего на Урале книгохранилища берет свое начало в конце XIX века. 19 февраля 1888 года состоялось открытие городской общественной читальни. Спустя 132 года Оренбургская областная универсальная научная библиотека имени Надежды Константиновны Крупской занимает пять зданий, располагает универсальным фондом, который содержит литературу по всем отраслям знаний, а это более 2,5 миллионов единиц хранения. Особую историческую, культурную и научную ценность имеет собрание Сектора редких изданий. Сектор редкой книги создан в 1976 году. Основа собрания – книги дореволюционных библиотек и учреждений, личные собрания ученых, краеведов, общественных деятелей. Объем фонда – 22 тысячи ценных и редких экземпляров, рукописные книги, книги, изданные в период 17 по 19 век, прижизненные издания классиков литературы Пушкина, Державина, Толстого. В сектор редкой книги нет доступа читателям, но сегодня мы туда попадем. В коллекции широко представлены книги, альбомы, атласы, календари, журналы различных русских издательств периода с 18 по 21 век. Сегодня мы познакомимся с книгами, авторы которых – русские ученые, чьи имена связаны с нашим краем. Обратимся ко временам правления Екатерины II. После своего путешествия по Волге от Твери до Симбирска в 1767 году у императрицы возникла идея комплексного исследования страны. Правительницу интересовали богатства ее империи. Цель исследования – изучить ресурсы страны, а также этнографические особенности отдельных ее регионов. Императрица распорядилась организовать начало экспедиции, и было несколько астрономических и физических отрядов. В состав экспедиции вошли лучшие умы, лучшие ученые того времени. Результатом экспедиции стало множество научных трудов. И один из них я держу в руках. В истории отечественной науки есть имена, прославившиеся на века. Среди них с полным правом можно назвать ученого-энциклопедиста, профессора натуральной истории, члена Санкт-Петербургской академии наук, академика Пьера Симона Палласа. Вслед за Михаилом Васильевичем Ломоносовым он положил начало изучению природы и народонаселения России. Его интересовали вопросы медицины, он имел звание доктор медицины, сельского хозяйства и промышленности. Талантливый немецкий ученый, в 1767 году Паллас принял решение поступить на службу в Петербургскую академию наук. Вскоре он начал подготовку к задуманной академии комплексной экспедиции для изучения России в естественно-историческом, экономическом и культурном отношении. Палласу было поручено руководство одним из отрядов Оренбургской экспедиции. С 1768 по 1774 год в течение шести лет отряд Палласа провел выдающиеся исследования европейской части России, Урала и Сибири. На протяжении всего путешествия ученый вел подробный путевой журнал. Собранный огромный фактический материал лег в основу его главного труда «Путешествия по разным провинциям Российской империи». В предисловии к нему Паллас говорит о достоверности как важнейшем свойстве описания путешествий. Во главе второго отряда академических экспедиций встал Иван Иванович Лепехин, русский ученый-энциклопедист, путешественник, естествоиспытатель, лексикограф, академик Петербургской академии наук. Вот что о нем пишут современники. «Ума был быстрого, в суждениях тверд, в исследованиях точен, в наблюдении верен. Сердце имел нежное и чувственное, а честностью и прямодушием своим привлек к себе общую всегда веренность, любовь и почтение». Дневные записки – его основной труд. Будучи 28-летним доктором медицины, Иван Иванович Лепехин встал во главе второго отряда академической экспедиции. Предваряя свое путешествие в Оренбургский край, Иван Иванович посетил в сентябре 1768 года Петра Ивановича Рычкова. Его топография Оренбургской губернии помогла Лепехину в изучении края. В 1771 году Иван Иванович совершил путешествие по Зауралью, Среднему и Северному Уралу и ряду других уголков России. Еще в апреле 1771 года, то есть еще во время путешествия, Ивана Ивановича Лепехина избрали академиком по естественным наукам. В конце 1772 года отряд возвратился в Петербург. Результатом этих странствий стали замечательные ботанические коллекции, а также литературный труд, состоящий из четырех частей, подробно повествующий о путешествии. В дневных записках точные характеристики обследуемых объектов сочетаются с рассказом о сложностях передвижения и трудных условиях жизни путешественника, с живыми зарисовками встреч с различными людьми, с размышлениями автора об увиденном. Язык повествования прост и понятен. Лепехин использует пословицы и поговорки, каламбурное обыгрывание слов вводит в текст прямую речь. Благодаря этому дневные записки стали не только научным трудом, но и явлением литературно-худрости. Восемнадцатый век эпоха великих русских географических открытий. Экспедиции снаряжаются одна за другой и каждая вносит неоценимый вклад в изучение нашей страны. Результаты их исследований, в том числе описания костюмов и образа жизни разных народов, зафиксированы в их трудах, которые были опубликованы на немецком, французском и русском языках. Так, усилиями многих ученых, была создана база для издания первого сводного этнографического труда. Его автором стал Иоганн Готлиб Георгий. И эта книга хранится у нас в библиотеке. Иоганн Готлиб Георгий, академик Петербургской Академии наук, химик, медик, путешественник, этнограф, натуралист. На основе собственных записей и сочинений других путешественников он составил полное описание народов Российской империи. Описание состоит из кратких очерков, посвященных каждому народу и включающих сведения о его названии, занимаемых территорий, истории, религии и обрядах, жилищах. Большая часть всех очерков – это описание мужских и женских костюмов, как повседневных, так и праздничных и обрядовых. Георгий, опираясь на исторические источники и сочинения, обобщил материалы, собранные им и другими участниками академических экспедиций. Построенная на солидной научной базе, его работа отражала состояние этнографической науки того времени, а также наглядно демонстрировала степень изученности разных народов. Эти издания – книжные памятники федерального значения, бессмертные плоды человеческой деятельности. За каждой строчкой в этих книгах стоит колоссальный труд многих людей. Их сохранение – это дань памяти и благодарности. А чтение – словно рукопожатие с теми людьми, которые посвятили свою жизнь изучению страны, чей труд и знание – ступенька в лестнице под названием «История».